Всем привет, с вами снова Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о коляске, об этой колясочке. Это колясочка Nuna Pepp. Вообще обзор на эту коляску у меня есть, но сегодня я вам расскажу о Nuna Pepp именно в версии Next. Это моделька 2019 года. Здесь учли все моменты, которые не нравились владельцам предыдущей версии и потенциальным покупателям, соответственно. Вот, доработали, допилили, усовершенствовали, поэтому садитесь поудобнее. Сегодня я вам покажу, что именно Next из себя представляет. Поехали! Ну, собственно, вот перед вами Nuna Pepp Next. Версия колясочки, причем очень популярной колясочке, сразу могу сказать. Народ очень любит ее, она интересно выглядит, как и, соответственно, Nuna Pepp Lux. Обе они очень хорошие. Та по-своему, эта по-своему. По-большому счету, одинаковые, но здесь доработанные моменты, которые реально в той, немного некоторым не хватает. Поэтому пробежимся с вами по этой колясочке. Напомню, с 3 месяцев до 3 лет, приблизительно до 15 килограмм веса ребенка коляска предназначена. Начнем изучать сверху вниз. Начнем с ручки. Ручка у нас эко-кожа. Это очень хорошо, когда не губка. Эко-кожа здорово. Ручка у нас регулируется по высоте телескопическим образом. Вот, смотрите, у меня 186 сантиметров рост. Мне нужно обязательно на самом верху. Кому-то, может быть, кто-то и повыше. Соответственно, может быть, диапазона чуть-чуть очень высоким людям не хватит. Имейте в виду. Так, козырек у нас, по большому счету, как и был. Немножко изменилась ткань. Не знаю, в лучшую сторону или в худшую ткань. И в люксе хороша, и здесь она хорошая. В этом плане, я думаю, разницы нет никакой. Вот здесь мы достаем дополнительный козырек. Можем сделать ее, смотрите, чуть ли не вот так вот. Ну, до бампера, короче говоря. Козырек у нас достает. Вот летом, в отпуске, в южных регионах будет очень-очень полезно. Да и, в принципе, вообще козырек большой. Никогда лишним не бывает. Много, не мало. Так он обратно прячется. Если не нужно. И вот такой он сам по себе. Так, смотрите. Здесь у нас классный матрасик. Пятиточечные ремни. Мягкие накладочки. Ипоховая зона, и плечевая зона имеется, соответственно. Вот. Это здорово. Ремни, естественно, по длине у нас тоже регулируются. Бампер не хватает. Знаете, что этому бамперу? Ему не хватает возможности откидываться, как калиточка. Вот здесь бы немножечко они механизм поменяли, было бы здорово. Потому что иногда неудобно сажать ребенка вместе с бампером. Вот так его как-то подсовывать туда, если мама одна, а ребенок тут, бампер как-то чего-то. Ну, в общем, лучше откинуть в сторону, так удобнее. Так, подножечко у нас, естественно, регулируемое. Без вопроса. Все четко. Здесь у нас ступенечка, чтобы залез. Ребенок может здесь наступить, залезть здесь. В общем, взобраться ему сюда будет легко. Тем более, коляска, она не высоко от земли. В этом плане все отлично. Так, амортизация на шасси. Смотрите, есть впереди. Сзади она осуществлена благодаря тому, что пружину установили вот сюда. Вот, видите? В общем, она реально, даже вот просто давишь на колясочку, она стала мягче. Это прям неоспоримый факт. Колясочка стала комфортнее для ребенка. Что еще мне нравится? Я люблю, когда тормоз удобный. Это важно. Здесь тормоз, одна большая педалька. Нажимаем. И все. И что важно, то, что когда я хочу снять с тормоза, мне достаточно просто прикоснуться легко, не корябая обувь. И он отскочит. В этом плане все отлично. Колеса передние, если нужно, они с возможностью блокировки. По плохой дороге можно спокойно проезжать. Так, что касается багажничка. Багажник, он такой глубокий. Узковат немного, но это особенность конструкции коляски. Она сама по себе небольшая. Ну, а всякую мелочевку вы туда упакуете спокойно. Так, давайте теперь посмотрим. Спинка здесь регулируется не как у всех, как и в люксе. Нужно расстегнуть замочек. Чтобы наклонить. Чтобы еще наклонить, нужно расстегнуть еще один замочек. Вот, собственно, вот так у нас можно положить ребеночка. Дальше она уже не опускается. Если нужно, можно открыть заднюю часть. И летом в отпуске где-нибудь под пальмочкой ребенок спит. И, соответственно, воздух вентилируется. Это удобно. Держится он на кнопочках, что будет полезно зимой. Чтобы его туда не поддувало, он сам по себе не слетал и держался крепко. В этом плане здорово. Так, все отлично. Сама коляска весит, кстати, немного. Относительно. 8,9 килограмм. Есть, конечно, коляски полегче, но это весит 8,9 килограммов. Закрываем обратно сначала один замок. Потом второй замочек. Все. Вот так у нас ребенок сидит. Так, теперь смотрите, как она складывается. Как курочек. Нажимаем на 2-2 кнопочки по бокам. Опускаем вниз. И с какой же стороны у нас здесь фиксатор. Вот она. И фиксируем. Фиксатор дает нам возможность коляску катить, как чемоданчик. Это реально удобно. С этим не поспоришь. Не нужно ее нести вообще никогда. По большому счету, единственный момент, когда вам положите ее в багажник или еще что-то. А так можно перекатывать без проблем. Она стоит всегда на грязных колесах внизу. Никаким образом сама коляска не сложная, не разложная, не касается колес. Это важно, потому что во многих колясках колеса касаются капюшона, там еще что-то. Здесь коляска всегда чистая. Но получается немножечко в сложенном виде больше, чем хотелось бы. Вот так. Можно еще убавить. Вот что мы имеем. Разложили. И в путь. Но чего не отнять, так это ее внешний вид. Она действительно интересная, модная, необычная. Такая, какой-то болид формулой 1 получается. Народ ее любит и не зря. Коляска забавная. И что самое важное, очень-очень мало гарантийных обращений. Я даже, честно, вообще не помню ни одного. На моей памяти, да, не было таких случаев. Я к тому, что она крепкая, надежная колясочка. Какой бы она там ни казалась, она очень надежная. Вот. Некоторые негодуют, что у нее низкие основания, клиренс маленький от земли. Но если правильно заезжать на бордюры, то цеплять вы не будете. На бордюры заехали, поднимите сразу коляску и заезжайте. И вы не будете цеплять. Если будете дальше вот так вот ехать, конечно, вы зацепите. Ну, тут немножечко сноровки, как говорится. И все будет хорошо. Вот. Собственно, это у нас Nuna Pep Next. Встречайте, моделька 2019 года. Если вдруг она вам понравилась, можете смело по ссылке снизу на магазин первая коляска проходить. Заказывать в этот же день привезут. Можно даже две расцветки, например, вам выбираете какие-то цвета, привезут две коляски. Сравните цвет или другую модель совершенно. Две коляски сравните, одну выберите, заберете. То бишь, у вас есть возможность заказать две коляски на выбор. В первой коляске это можно сделать. Так что заказывайте, не стесняйтесь. Если ролик был полезен вам, обзор, что-то вы для себя подчеркнули, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо первой коляске за колясочку на обзор. И хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. Всего доброго. Продолжение следует...